Очередные мысли вслух поделюсь. Честно сказать, очень люблю я остановиться в течение дня и просто поразмышлять, покушать какой-нибудь фастфудик, да? Вот, такую ложку дегтя засунуть в организм, попить кофейка, посмотреть на суетящихся, стремящихся к чему-то людей, вот, понаблюдать за ними. Я уже это очень много лет делаю, да? И у меня приходят очень многочисленные комплексные озарения на тот счет, что один из постулатов, который сразу на поверхности лежит, это если ты хочешь решить вопрос, то он решается не в ситуационном, а в надситуационном порядке, да? То есть, когда ты на расфокусе смотришь, сфокусирован на расфокусе и видишь общую обозримую картину, но ты не втянут в нее, то у тебя абсолютно объективный, эмоционально независимый взгляд на вещи, да? И у тебя есть абсолютно оптимальные, практичные решения, если же есть какой-то вопрос. Даже если ты пребываешь в абсолютном безмолвии и с позиции, квантовой позиции наблюдателя, да? Они сами приходят. Прямо самые насущные, которые лежат на поверхности, самые приоритетные вопросы, сами решаются, разрешаются. И ты понимаешь, что, а, ну вот это вот так, это вот так. То есть, весь пазл, весь конструктор, весь тетрис, вот так вот чик-чик-чик-чик складывается, и все четенько происходит. Вот. Хочу упомянуть, хочу упомянуть, допустим, мою песню, да? А, нет, изначально я хочу упомянуть свой внутренний диалог на базе моих наблюдений, вот. Мне почему-то всегда вот нравились какие-то эксклюзивные машины, да, которые там... Ну, сейчас они эксклюзивные. Раньше они были в массовом производстве. Там старые BMW-шки, старые Mercedes, то есть те, которые как-то культурно себя зарекомендовали, у которых есть какой-то дизайн, стиль, есть какая-то там инженерная мысль, да, вот, интересная, вне электроники, а чисто вот аналоговый какой-то такой формат, да, механический, можно сказать. Мне очень привлекают всегда всякие... Как их называют? Антикварные вещи, да? Почему такой тяготель? Думаю, я что, хламовщик какой-то этот самый, вот, барахольщик, что ли? Да нет, вроде бы. Вот, просто я понял, просто задав себе вопрос, почему такое. Потому что штучный товар, когда ты претендуешь на штучный товар и не боишься того вызова социального, общественного, там, обстоятельного, ой, а где я буду запчасти на эту машину брать? Ой, а где я там то-то-сё-то? То есть ты не готов к штучным трудностям, значит, ты не являешься штучным товаром, вот. И в песне «Суперхит» как бы идет подтекст, там, это, да, конечно, гламурный гимн, на самом деле это замануха. Там абсолютный подтекст о том, что «Остад на процессе» это аналитика того времени, которое было актуально. И тогда я смотрю, оно время проходит. В 17-м году написал быстро эту песню, сейчас все то же самое, просто декорации меняются, а сама стилистика накатывания волн одно и то же. Все, кто создает, вот, вот этот потребительский формат, да, и они постоянно, порой у них что-то интересное получается, порой что-то не очень какие-то, ну, допустим, идеологически эти проваливаются у них, да, то есть проекты. Фишка в чем? Фишка в том, что я хочу быть в тренде, я не хуже других. Вот я никогда не хотел быть в тренде, я все время даже в школе, и слава богу, что я вообще не учился в школе, я еще раз вот сам себя благодарю, сколько я за это получил Мундио дома, и сколько я был наказан на каникулах, но я все равно не учился, я понимал, что мне плохо от этих знаний, это не знание, это просто действительно помойка, и лучше быть в другом формате. Пусть там тебя маргиналом считают, или еще там что-то, но ты хотя бы щупаешь и осознаешь эту жизнь не ту, кто ее придумал тебе, разжевал и дал, а именно своим собственным путем, да, исследовательским, практичным, да, там мы много раз граблями по башке, но это же круто. Вот, и когда все хотят быть в тренде, они, получается, потребляют массовый товар, и не ищут индивидуальности, соответственно, это же автопортрет, это автопортрет тех позиций, что значит человек, ну, полубот, где-то что-то знает, где-то что-то не знает, где-то что-то ищет, где-то что-то, он боится еще до конца выйти из матрицы, и оказаться вот так вот за бортом, потому что там древние программы, там изгонение из племени, это вообще как бы кошмар, да, самая такая прям глубочайшие программы, одни из первых вот этих цивилизационных или там каких-то племенных вот этих моментов, да, которые прям сильно лежат в подсознании, вот, чуть ли там, наверное, не в рептильном мозге, и вот я хочу сказать о том, что я себе и респектую очередной раз, в плане того, что всегда мне нравится какой-то эксклюзив, всегда мне нравится какой-то стиль, вот, допустим, мой первый кумир это Брюс Ли, вот, второй кумир это Фредди Меркури, параллельно с тем, что я учился в Грузии, и я еще не умел читать, а учебники по истории, они как бы там пестрили картинками древних царей, допустим, Давид Армашенебели, Давид Старетель, Вахтан Горгасали, вот, который сидит вот так вот приветствует вас, когда вы приезжаете побухать, там, пожрать, в старый город Тбилиси, и он там около монастыря вот так сидит на коне и приветствует, вот, и меня восхищал, я все время приставал к своим старшим, там, двоюродным, троюродным сестрам, вот, расскажите мне, ну, они, как правило, в советские времена все учились хорошо, все у нас родня положительные, слава богу, вот, это я был двоечник, но я любил, короче, как аудиал послушать и пофантазировать, попредставлять, и действительно есть чем гордиться, есть на что настраиваться, и все время, знаешь, настраивался на штучный товар, и всегда себя чувствовал и осознавал штучным товаром, и если же я предавал сам себя, у меня были такие многочисленные годы забвений, я пробовал быть таким, как все, пробовал, знаешь, упростить задачу, но раз уж тебе многое дано, в плане, там, интеллекта, физики, таланта, там, проницательности, чувственности, да, какого-то вот этого обширного восприятия мира, да, в целом, умение анализировать, расчленять все это, так сказать, раскладывать по полочкам, вот, и ты этим не пользуешься, ты за это получаешь пизды, реально, это вот я могу подтвердить, по факту, и когда я не следовал этим тенденциям, думал, да вот так попроще сейчас там с пассажирю, у меня не получается с пассажирить, и, соответственно, понимаешь, это верный признак аристократизма, когда ты не в большинстве, а в меньшинстве, а если ты штучный товар, извините, то ты, значит, не зря живешь, и, значит, у тебя есть ключи ко взлому вот этой реальности, где ты нигде, ни с кем никак не ассимилируешься, ну, максимум в единичных каких-то процентовках, с себе подобными людьми, вот, здесь я сразу отсекаю гордыню, потому что я это проходил, делюсь по-братски честно, вот, по-братски сестрински, касаемо гордыни, очень интересный момент, если ты возгордился, да, то ты при определенной подключке, если ты угоден высшим силам, и у тебя есть связь с ними, да, значит, и ты получаешь за гордыню, пизды, у меня было такое, мне было 25 лет, я был в шикарной форме, не пил, не курил, где-то года два, вот, я понимал, что я в одном темпе начинаю тренировку футбольную, и в том же темпе я ее заканчиваю, то есть, я вообще не устаю, я вообще не проседаю, у меня энергии много, я весь такой тестостеронистый, прям гормонный пруд, ну, молодой, красивый, что сказать, да, то есть, понимаешь, что, вау, равных нету, то есть, хочется больше нагрузки, хочется больше тренироваться, я пять дней в неделю тренировался, вот, удар хороший себе поставил, прям, хлопочек был мощный, и я однажды думаю, блядь, ебать, я красавец, вообще, вот, пупуф, был разоразмятый, все ништяк, короче, там пять минут осталось добегать тренировку, я так упал на ногу, приземлился с прыжка, вот, ну, там, с головы снимал мяч, да, вот, и когда я приземлился на голеностоп, вот так вот, на носочек, и он, как балерина, только он у меня, вот так с хрустом прокрутился, короче, сустав, и это была хорошая прививка, в плане того, что ногу не сломал, а просто хорошо, крепко потянул, и я сразу понял, мгновенно понял, как только я возгордился, что я красавец, сразу меня так приземлило, и несколько раз меня так приземляло, честно скажу, все, теперь я уже прям чувствую запах, чувствую поле гордыни, которые у меня внутри зарождаются, и я чувствую вот этот регулятор, он сейчас мне дав по башке, поэтому я научился эту тему регулировать, что касаемо, опять же, штучного товара, и, вот этого общего, общих позиций, смотри, если ты выходишь в штучный товар, то ты проходишь свои индивидуальные уроки, и ты к этому, у тебя должна быть степень внутренней готовности, если же, если же, ты, ну, так сказать, страдаешь нарциссизмом, в той или иной степени, и психопатии, да, вот, я таких людей встречал, и очень много людей вообще отодвинул от себя настолько, что даже заблокировал, даже очень близких людей, вот, ну, просто я вычеркнул их из своей жизни, потому что я понял их алгоритмы, и у меня больше нету к ним бонусов, и нету на них времени, чтобы их изучать, осматривать, рассматривать, и давать им кредиты доверия, вот, что касается вот этого, смотри, если ты состоишь на балансе у у высших сил, я так назову, они разные бывают, вот, но, по крайней мере, по коду ты угоден некоторым вышестоящим, так сказать, играймирам, вот, и как только ты делаешь какие-то отхождения от курса, и не очень-то нравственные поступки, у тебя внутри какие-то зерна вызревают, и ты сразу получаешь обратную связь, получаешь пиздюлей, приземление, да, прям такое хорошее, с травмой, у меня через травмы это все постоянно, вот, получаю, Мондива, а если ты делаешь богомерзкие, так сказать, гадкие и коварные темы, и тебе не прилетает, я могу тебе сказать, то, что ты не подключен, раз, два, ты абсолютный бот, и три, да, с позиции материализма у тебя что-то есть, с собой ты, естественно, ничего не унесешь, но я могу тебе сказать, что твоя жизнь пролетела, как фанера над Парижем, и учитываю, что у тебя нет чуйки, нет страха делать гадости, делать мерзости, выкруживаться, обманывать, не пребывать в истине, искажать события, ну, то есть, брехать, да, и это самое, аферистничать, вот, так сказать, бессовестно себя вести, если тебе за это не прилетает, короче, я знаю таких людей, вот, то значит, ты абсолютно потерян от божественных начал, я могу сказать, то, что, ну, тебя ждет абсолютно пустая жизнь, то есть, ты вне своего предназначения, вне чувствования своей индивидуальности, вне развития своих инкарнационных задач, и, соответственно, ты просто проебал жизнь, раз, а два, тебя ждет тяжелое заболевание, потому что ты походу накапливаешь, накапливаешь, у тебя все это задавливается, нерешенные задачи, вот, и они у тебя накапливаются, задавливаются в подсознании, ты корректно не проходишь кризисы определенных лет, определенных градаций, определенные переходные точки, соответственно, тебе, у тебя долги накапливаются, знаешь, вот как там, и тебя отчисляют, да, грубо говоря, как в институте там нахватал, вот, и по такому же принципу ты нахватываешь, нахватываешь, и стараешься решить вопросы за счет других, вот, ну, там завидовать нечего, да, у тебя может быть 2 копейки есть, есть какие-то небольшие сбережения, вот, и у тебя может быть определенный какой-то социальный статус, и вообще ты там, ебать, терроризируешь, так сказать, подчиненных, или вампиришь, так сказать, нижестоящих, или там, даже, партнеров своих, да, по бизнесу, или, может быть, в семье там тиранишь, вот, супругу, или супруга, но, я могу сказать, то, что, вот, эти сценарии, я за ними тоже давно наблюдаю, во-первых, это абсолютно пустые люди, в них масса лицемерия, лжи, негодяйства, вот этих вот, масок различных, их можно даже посчитать, и все они, не какое-то там лицедейство, да, там, создают, такое, благонравное, а это чисто, паразитическая, выгодная, такая, знаешь, позиция, и, ну, им не позавидуешь, их жизнь, абсолютно, как бы, никчемна, вот, и, слава Богу, что я научился вычленять таких людей мгновенно, вот, и пусть они где-то там, за бортом моей жизни будут находиться, я не буду там говорить имена, естественно, вот, много чести, уделять еще им внимание, поэтому, всем рекомендую стать штучным товаром, я это чувствую с детства, и это у меня с годами все больше и больше распаковывается, и, даже тот событийный ряд, идет максимально, грамотно, и, я вижу, как, все эти цепочки, идут мне на пользу, событийного ряда, моего мысленного потока, моих чувственных, тенденций, и, в общем, это выводит тебя на другие уровни осознанности, и тогда, когда, простой, скажем, человек, неумудренный, большой, там, глубокой аналитикой и опытом, он пытается решить вопрос, и упирается, прям тут же спотыкается, и тут же упирается лбом в стену, ты на это смотришь, вообще, со второго, с третьего этажа, и думаешь, да ты орешь, тут все просто, смотри сюда, смотри сюда, и все, и ты становишься магом и волшебником, и людям можешь помогать, и себе ты можешь помочь, не как сапожник без сапог, а охуенный сапожник, с охуенными сапогами, и еще с прилавком сапогов, которые, за которыми стоит очередь, Вася, правильно я говорю или нет, но это уже вам решать, чисто вольный спич, ни на что не претендует, только на штучность, и всем того рекомендую, целую, Вася,